И снова всем привет, с вами Алиторн, и мы продолжаем прохождение игры Pillars of Eternity 2 Deadfire. Как вы помните, ребят, в прошлой серии у нас с вами был очередной разговор с богами. И давайте посмотрим на наше задание, потому что с момента записи прошлой серии пришло много времени. Кстати, игра обновилась, так что может быть у нас с вами будет много каких-то новых вещей. Так, ну, к Атасу мы, конечно же, не пойдем. Из обломков. Я закончил с делами на Ассанга, теперь вельможи из дворца захотят выслушать мой доклад. Отправиться во дворец. Еще есть Ассила Гроза Волн. Вот, по-моему, к ней мы с вами шли, в прошлый раз. И бороздит воды вокруг группы островков к юго-западу от порт Мажже. Для выхода на карту мира даже потребовалась загрузка. Ну, в принципе, это логичным. Благо, она вроде бы недолгая. Вообще, конечно, с временем загрузки очень-очень-очень оптимизирована игра. Я надеюсь, что это изменится. Возможно, все-таки подкрутят что-то. Она как бы не сильно беспокоит, но периодически хотелось бы побыстрее. Так, вот порт Мажже. Юго-запад. Это у нас, получается, где-то вот здесь. Ну что ж, будем тогда продолжать путь туда. Так, у нас кто-то раненый есть. И, как мне посоветовал один из наших зрителей, их можно каким-то образом лечить. Сейчас осталось понять, как. Пока я не понимаю, как можно вылечить. Правая кнопочка на ней нажать нельзя. Ну, ладно. Может быть, идея в том, что нужно отправлять... А, вот, смотрите, раненая команда не поправляется. Поправляется в ячейке отдыха. Так, здесь должна быть какая-то ячейка отдыха. Наверное, здесь. Вот, да. Угу. Все, теперь все понятно. Осталось пять дней. Угу. Так, можно ли как-то теперь свернуть эту менюшку? Да. Так, смотрите, какой-то островок. Канал Овуса. Захоронение. И здесь можно даже пришортоваться. Смотрите, припасы. Ну, сначала пойдем, следуем захоронение. Таундра Тара. Таундра Тара. Ау-Мау-Уа. Ау-Мау-Уа. Даже несколько орланов. Внизу, у края воды, видно еще одну группку Ау-Мауа. Подойди к Ау-Мау-Ууу воды. С берега вы видите, что течение в канале куда быстрее, чем казалось издали. Вероятно, это из-за недавнего шторма. Собравшиеся здесь у Анны, надетые в тонкие одеяния, внимательно смотрят на вас. Одна из них выходит вперед, ее наряд еще ярче, чем у остальных. Она наклоняет голову. Плохо выглядишь, будто море выбросило тебя на берег. Зачем ты здесь? Хочешь посмотреть? А что происходит? Она указывает сначала на пловцов, потом на воду, потом на остров на другой стороне. Они бросают вызов каналу Осу. После дождя течение становится быстрым. Им нужно плыть еще быстрее. Всех, кто доберется до финиша, будут славить. Победителя будут славить больше всех. Кто может победить? Она смеется, положив руку на живот. Тебе благоволит Мгатя, это точно. Защить участников. Серафен смотрит на ОМО, по очереди разглядывая мускулистую лысую женщину, стройного блондина и тощего подростка. Думаю, больше всего шансов у блондина. Он и сильный, и не слишком тяжелый. Я хочу поучаствовать в гонках. Некоторые собравшихся у Анна посмеиваются. Женщина тоже едва заметно улыбается, склонив голову. Соревнование на колоннале Оса. Традиционный способ ОМО показать свою силу и вносливость в воде. Боюсь, для других смертных это окажется слишком сложным. А мне казалось, что Анна обычно очень гостеприимная. Она качает головой. Что это было бы за гостеприимство, если бы мы отдавали наших гостей Нгате? Снова посмотрю на вас, она улыбается. Но ты-то плавать умеешь, как мне кажется. Она кивает и жестом приглашает вас к каналу. Тогда ступай с остальными к воде. Одежду оставь на камнях, она потом пригодится, чтобы согреться. Пройти, к воде и раздеться. Вы сбрасываете твердую от соли одежду и складываете вещи на камни. Ох, хранитель. Ты уверен, что... То есть, ну, удача тебе, зоди краснеет и кашляет, но взгляда при этом не отводит. Вы отталкиваетесь от камня и ныряете в прохладную соленую воду вместе с остальными пловцами. Вы боретесь с сильным течением, выбрасываете то одну руку, то другую, умело рассекая воду. Остальные отстают от вас. Вы заметяете, что один из Уана старается не осадить основной группы. Нет, он пытается не утонуть, удержаться на воде. Его отчаянные крики разносятся над волнами. Помочь ему добраться до берега. Вы охватываете пловца одной рукой так, чтобы он не утопил вас, и вместе плывете к берегу. Вы выбираетесь на каменистый берег и помогаете спасенному. Крупная лысая женщина вырывается вперед и первой добирается до цели. Толпа восторженно кричит, когда она выбирается на дальний берег, торжествующий подняв кулаки. Молодой пловец пожевает вам руку. Спасибо большое, Кера. Толпа на мосту расходится, шум стихает. Ваши путешествия продолжаются. То есть, мы спасли, получается, его. Записка Королевы Никазы. Вообще, ребята, мы с вами тут кучу, конечно, всего не проплавали. Канал Харатапу. Светилища, скрепляющие клятвы. Здесь мы с вами, кажется, были. Обломки Варьянского корабля. Биадул указывает на корабль в отдалении. Галеон, капитан. Трехмачтовый. Был, по крайней мере. На месте фокмачты вы видите жалкий обрубок. Бушприт расколот надвое. Видишь, что они натворили? Пираты. Принщипи, скорее всего. Какой-нибудь выскочка. Кто еще станет промышлять так близко от Варьянских патрулей? Ора безумная наклоняется к вам. В золото они все забрали, но кое-какие припасы могли остаться. Ирина покрывается потом. Нельзя здесь оставаться. Если Варьянцы увидят, что мы грабим их корабль, то не станут слышать оправдания. Продолжаем двигаться прежним курсом. Виадул дает честь. Есть. Ваши матросы разбегаются по местам, чтобы убраться сюда поскорее. Когда корабль исчезает за горизонтом, команда обменивается нервными взглядами и смешками облегчения. Так, ну это остров рядом с Никитакой. А вот это что? Торгуясь с архипелагой. Короче, тут оказывается не так тоже много островков маленьких, да? Вот как видите. Так, ну это все. Так, вот смотрите, какой-то островок. Вместо небольшой деревушки Уанна вас встречает куча обломков. Потому что было главной улицей, протянулось несколько оврагов. Приблизившись, вы понимаете, что это не овраги, а следы огромного существа размером с целую гору. Возможно, в развалинах осталось что-нибудь ценное. Так, а вот это кто? Кормил закаленный. И он здесь стоит, меня ждет? Надеюсь, нет. Субтитры сделал DimaTorzok. Безумная Мэриэль. Это та, которая нам и нужна? Нет, это сила Гроза Волны. А нет, награда за голову Безумная Мэриэль. Анимантка, известная как Безумная Мэриэль, не питает никакого уважения к жизни. Она так долго проводила свои кровавые эксперименты, что за ее голову назначили награду. Ну вот мы сейчас ее с вами и оприходуем. Субтитры сделал DimaTorzok У нас, кстати, все новый уровень получили, ребят. А давайте-ка его поднимем перед тем, как мы будем с ней сражаться. Так. Дипломатия. Дипломатия. Так, ну это у нас уже было. Значит, осталось только вот это, я так понимаю. Силой воли паладин может уничтожить любой дух или призумное существо, уровень которого ниже уровня паладина. Либо же все-таки прокачивать что-то вообще стороннее. Вот это вот что-то интересное. Увеличивает максимум рвение паладина. Нам пригодится, потому что это используется на способности. Давайте пока возьмем так. Тайные знания проницательность. Так, ну здесь у нас снова одна способность. призыв ко сну. Сон, в принципе, тема, наверное. Создает пику чистой магической силы, которая наносит колющий урон и вызывает взрыв среди врагов при попадании. Тоже неплохо. Морозный взрыв. В конической области действия. Леденящий якорь Нинагвата. Цель обездвиживается и становится якорем для испускаемого волшебника ультрахолодного луча энергии, который наносит ледяной урон врагам на своем пути. Поток пламени вокруг заклинателя. Давайте сон. Я думаю, что на каком-то этапе это нам пригодится. Так, Серафин. Механика. Лев. Заимствованный инстинкт. Обыскивает интеллект и восприятие. Создаёт волну эхо, прилетающую к цели через союзников, давая союзникам вдохновение и решительность и решая врагов в концентрации. Обыскивает интеллект и восприятие, одновременно повышая защиту и точность Сайфера. С наполнительным средоточием начинает бой. Максимальный запас здоровья. Так, а вот это Хлыст Души. Оружие Сайфера создаёт поле паразитной энергии, которая набрасывается на цель, увеличивая получаемый ей урон и генерируя сосредоточение для Сайфера. Хлыст Души Сайфера проникает глубже, давая больше бонус к урону или быстрее восстанавливая сосредоточение. Вот это мне нравится. Так. Зотим. Религия. Алхимия. Размещает на земле магическую печать. Не хочу с печатями пока связываться. Вдохновение сообразительности. Некоторое время не даёт здоровья тяжело раненого персонажа достичь нуля. Предаёт союзникам праведное рвение в бою, даря вдохновение силы. А на сколько? Непонятно, но в принципе ладно. И кстати у нас местами они кажется поменяли, эдер не был на последнем месте, надо сейчас переставить будет. Пиротехника. Знание улиц. И давайте выживание прокачаем. Так, здесь стойка стража. У нас была стойка против толпы. Непреклонность. Боец черпает силы в своём собственном неукротивом духе. В основной часть здоровья потерянного от каждой атаки. Пригодится. Так, а теперь переставляем. Было вот так. Вот так. Вот так. Ещё с нами хочет поговорить по какой-то причине о лот, но я думаю, что это будет немножко попозже. Так. Ну давайте сначала обойдём вокруг, посмотрим, что здесь. У нас ничего вокруг. Так, ладно, поменяем катана. На какого-нибудь более дамажащего. Снижаюсь штраф к восстановлению доспеха. Плюс 25 креслости. Давайте вот к восстановлению доспеха. И всё подвисло. На долю, по счастью. Плюс 15 кражи. Так. Ну здесь всё неплохо. так кости носителя из нее самой жезл хороший стеганый доспех камень мощи интеллект плюс один дает источник мощи повышает уровень мощи на время всего боя так вот это я пожалуй сюда возьму а все остальное туда так и а вот подождите кожаный доспех а лота вы такой же класс защиты дает время восстановления него больше я был поаккуратнее почтут вроде не страшно уже меняем нашего спутника а 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 Так, ну, снова деревня. Вне фракции торговое судно. Так, ну, что ж, это порт Маже, и вот здесь это должен быть кораблик, а сила гроза волн, отлично. Четопек указывает на черную точку горизонта. Капитан, нам приближается судно. Напрягая зрение, вы замечаете трепещущие на ветру знамена неизвестных вам цветов. Ступить в бой. Благодаря умелому маневрированию непокорный ловит ветер задолго до того, как с этой задачей справляется. Так, ну, короче, понятно. Пока полный вперед. Левый поворот. Огонь справа борта. Промах, попадание. Так, нам тоже дамажит. 6 единиц урона. Правый поворот. Правый поворот еще раз. Огонь с левого борта. Травмы моряков. Моряки получают травмы в ходе сражений и прочих событий на море. Травма ограничивает возможности работника. Во время боя вы можете отправить травмированного моряка в резерв к корабельному врачу с помощью команды «Доложить». Травмированный моряк не может исполнять свою работу во время боя, пока ему не поможет врач. При перемещении по карте мира моряк, вынужденный работать с травмой, значительно понижает боевой дух всей команды. Чтобы излечить травмированного работника, отправьте его в резерв и корабельный врач уделить ему внимание. Как и в бою, так и на карте мира 4 полученных травмы. Даже если с ними работает врач, приводит к смерти. Хорошо. Доложить. Кто у нас там с травмой? Так, а у нас есть канонир какой-нибудь другой? Да, есть. Так, левый поворот. Блин, они ушли что-ли? Задницы. Надо теперь снова их искать получается. Да. Задницы. Так, левый поворот. Так, левый поворот. Правый поворот. Правый поворот. Правый поворот. Огонь с левого борта. Правый поворот. Створено так на всех. они поворачиваются и стреляют одновременно? Совсем Я не понимаю. Половинный ход. Продолжение следует. Так. У них 26. У них паруса полные, а у нас по парусам попали. Ну чё, Нитун зачем-то постоянно меняет свой экипаж. Отлично. Почти всё. Ну я надеюсь, что сейчас мы их добьём. Да. Нет, паруса получают. Всё. У нас почти все получили уровень. Так. Вымпел. Забираем. Медный паер. Разделить монеты с экипажем можно. 20 боевого духа прибавили. Так. Отличный двуручный меч. А так вроде бы ничего больше интересного. Всё. Так. Смотрим задание. Безумный Мриэль. Вернуться к Абочу. Ещё Дуглас Аскет есть какой-то. А, мы уже сделали его. Так. Награда за голову. Асила. Вот. Всё, ребята. Мы с вами хорошенько постарались тут. Так. Раненная команда. Один. А здесь почему-то показывает два. Ага. Вот. Сестра Щитаделли. Так. Сестра Щитаделли. А у нас что там с едой-то вообще? У нас еда что-то выложена. Вот. Ну ещё хоппи давайте прибавим. Одинокая лорисовая фирма. Кажется подходящая для торговли. Играет музыка. 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 В принципе, мы возвращаемся в Никитако, просто мы плывем другим путем, таким как мы плыли сюда. Какое-то, вот видите, тоже место, Тахая. Не знаю, что это. Давайте посмотрим. Так, это некий цикл. Не знаю, нужно нам его убивать или нет. Но попробовать это сделать мы, конечно же, можем. Так, а куда все мои умения пропали, крутые? А, вот, они теперь сгруппированы. Хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Слезы Святого Макаво. Воспоминание мученика. Плюс один класс защиты против заклинания. Воспоминание мученика. На короткое время опадает заклинание окаменений и не дает выбрать его целью. На этом ожерелье висит маленький флакон, в котором предположительно хранятся слезы Святого Мученика Макаво, собранные в момент его смерти. Кольцо Контроля, Область Действия плюс 10. Пока заберем все. Узнаю, будет ли нам это нужно. Так, здесь, по-моему, деревенька или что-то было, по-моему. Сколько я помню. Понялся, ничего вообще. Ну ладно. Проход сломанного копья, пещера Заура Тук-Тук, кривущую щелье. Здесь, конечно, вообще можно будет поисследовать. Но, знаете, ребят, мы так можем никогда до Никитаки не дойти. Тем более, у нас здесь есть какое-то... Вообще, пещера Заура Тук-Тук. По-моему, для чего-то нам нужно было это. Давайте посмотрим. По-моему, для чего-то нам нужно было это. Нет. Но запомним, что там что-то есть. Я так понимаю, что это не раненая команда, а не лечащаяся. Наверное. Такс, ну что ж, в Никитаку. Давайте пополним припасы. И теперь пойдем... Ну, давайте в Латунную Светодель сначала. Я не помню. Так, давайте посмотрим. Давайте смотреть, где нужно сдавать. Значит так. Награла за голову Биокара. Снаружи штабы в Альянской торговой компании на причале королевы. Раз. Латунная Светодель. Два. Из обломков это нам нужно будет отдельно. Дикая Кобыла на причале королеву. Три. Принус еще не ступеней. Четыре. Так, ладно. Давайте пока на причале королевы. Дикая Кобыла. Так... Так, ладно. Так, ладно. кого мы здесь должны найти давайте вспомним так что-то я потерял а боча а да мой охотник чему обязан таким удовольствием очень приподнимает кружку и подмигивает вам отдать его умерели она ушла туда к богине смерти на первое задание выполнено какой радостный день а боча передает вам небольшой мешочек с деньгами 1400 мете ну да это не так уж и много но чем больше зданий тем больше паров а ч какие есть задания а ч ну наконец-то мне удалось получить право на настоящую награду правда боюсь тебе на не понравится к северо-востоку от острова маже лежит оазис где поселился жадный дрейк он не дает судам пополнять запасы пресной воды местные племена прозвали дрейка пуракау в честь легендарного морского дракона но все равно не слишком то любят этого воришку хорошо вернусь его с было с его головой теперь в ильянская торговая компания здесь же на прищале королева она по-моему здесь стоит снаружи от она по-моему здесь стоит снаружи от а ч мой милый корсар есть новости и не складывает руки на груди кивает я разделся с биокарой белфетто достойная проверка твоих навыков и обещающие начало для нас обоих она подмигивает и протягивает вам небольшой кошелек с монетами сразу к делу у меня есть работенка если тебе только есть куда складывать монеты какие задания компания всегда рада гибели пиратов мои связные сообщили что заметили в подзорную трубу некого вина и не имели прежде чем продолжить вин визрак если это для тебя что-то значит говорят умеет влезать другим в мозги я берусь за заказ желарды вин ходит на дау безрассудный и перехватить его можно далеко к востоку от никитаки за островами куа о реку ху думает небось что там мы до него не дотянемся меня кивает улыбаясь своим мыслям так это есть теперь латунная цитадель я не помню куда конкретно нам нужно кто-то пытается привлечь ваше внимание к рекам вы бродите по улицам и внезапно к вам через толпу идет мужчина вы никогда его не видели но судя по его взгляду он вас знает хранитель пустите меня увидите человека слугов краснолицего с растрепанными волосами он не обращает никакого внимания на раздраженно глядящих на него прохожих пронзительные глаза смотрят только на вас лайтарн ты такой же пылкий как всегда зоти приветственно приподнимает голову в ответ миссионер фыркает полагаю это комплимент безусловно я по-прежнему иду по пути света ну конечно то есть как ты мог подумать об обратном голос зоти звучит невинно но улыбка и выдает когда позволь мне ответить женица я вижу тебя поглотила тьма все эти смерти ересь пожалуй я больше не стану ничего говорить зоти судя по всему недовольна лайтарн поворачиваться к вам не обращая внимание на ее колющий взгляд ты это ты был свидетелем чуда возрождение это совка и дно его голосе слышны восторг и благоговение а ты наверно лайтарн ты уплыла за сонга как раз перед появлением и атаса я знал это наши пути должны были пересечься местные хорошо тебе отзываются не удивительно что именно тебя и атас избрал свидетелей своего возвращения поэтому я и надеюсь что ты можешь помочь по его лесу пробегает тень сомнения он делает глубокий вдох решительно продолжает мне снятся странные сны колесо которое все вращается и вращается сад деревьев каики каждый из которых вырастает из плода упавшего с предыдущего почесывает щетинистый подбородок потом спицы колеса ломаются деревья прекращают расти плоды падают на землю и гниют все вокруг покрыто войн вонючий гниющий мякоти зачем ты мне это рассказываешь делать глубокий вдох в этих снах я вижу и тебя в центре колеса в самом центре сердце сада ты был там когда и атас возродился и кажется с тех пор ты его преследуешь он надувает губы переходя к сути своей речи и атас всегда был воплощением возрождения и искупления но столько смертных заплатили своими жизненными за его возрождение сначала война святого теперь это снова его голод в его широко распахнутых глазах не мой вопрос это я вот так разговариваю эльдер виновата смотрит на вас потом поворачиваться к литарным друг я бы угостил тебя выпивка если это поможет он качает головой его глазах затаилась тревога мне нужно знать что это значит прошу не думаю что я тасс хотел кому-то навредить но причинил же о чем ты однажды мой народ уже последовал за это сам на войну иногда я думаю подвели ли мы его когда проиграли или в тот момент когда взяли клинок прошу тебя ты видел больше всех других ты должен хоть что-то знать об этом что все это значит я не могу дать тебе готовый ответ тебе нужно принять собственное решение раз или же даже боги так я не знаю что это значит но верю что у богов есть свои божественные планы и у а тасса тоже весьма утешающая мысль литарн кивает обдумывая ваши слова не буду тебя задерживать теперь мне многое нужно обдумать спасибо он поворачивается и исчезает только также и и его и и и и а и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну это не здесь. Это просто вот этот бар, да? Местный таверно. Кстати, кажется, вас здесь как-то больше приблизить нельзя, чем вот это видится. Да, командир флота Ауакоя. Честных небес тебе, Корсар. Ауакоя скрещивает руки на груди. Об осилии грозе волн можешь больше не беспокоиться. Пираты любят драпать при любой опасности, но тем слаще поставить им каблук на горло. Ауакоя достает мешок монеты, протягивает его вам, прижимая свободную руку к груди. Какие есть задания? Тебе надлежит разобраться с валианским капитаном Радульфом, ищущим древние руины. Чтобы ограбить наши острова, он пойдет на любую подлость. Кулаки вокруг сжимаются. Я берусь за заказ. Мне приятно это слышать, капитан. Радульф входит на Галеоне Золотой Колокол и пытается найти древние руины к востоку от Никитаки и на юго-западной оконечности цепи Ко-О-Рикуху. Так, ну и... Осталась только одна незданная, получается. Это... Это, 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 это... Дуглас Искетс, священные ступени. Сколько я помню, он там просто стоит в углу. Точнее, тот, кто дал нам задание, а не Дуглас Искетс. Сейчас посмотрим. По-моему, так. Или это я путаю с Змейным дворцом, кстати. Да, наверное, я путаю с Змейным дворцом. Так, Коакура. Так, ну что ж, ищем человека, которого зовут Коакура. Кстати, ребят, может после этого мы с вами, знаете, что сделаем? Мы пойдем делать задание здесь вот. О, Коакура. Пока не помню я, где он находится. О, Коакура. Охотник, ты здесь из любви к деньгам? Коакура скрещивает руки и разглядывает вас. Отдать голову у Тукуса. Мертвого Аскета заказывали? Стало быть, золото наших клиентов переплавлено в правосудие. Она кивает вам и протягивает увесистый кошель. Пять тысяч мечев. Теперь я вижу, что ты тоже почитаешь деньги. Будет нужна работа, обращайся. Какие ей задания? Сирена Анадера поселилась на каменистом берегу и заманивает корабли на рифы. Уже дюжина случаев. Выжившие моряки скинулись, чтобы заплатить за ее устранение. Она поднимает паер к небу и любуется игра света на его грани. Ее можно найти на западных островах великой цепи Коа Орикуху. На западных островах. Короче, все туда на Рикуху заметили и отправляют. Ну, ладно. В любом случае, посмотрим. Я думаю, что и туда мы дойдем. Но на сегодня, в любом случае, это все, ребят. Потому что время, к сожалению, уже подошло к концу. В принципе, сегодня была очень продуктивная серия. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы. Подписывайтесь на канал, ребят. Ставьте лайки под видео, делитесь. До следующей встречи. С вами был Илитом.